Здравствуйте! Вы смотрите новости Осетии. В студии Алина Габуева и коротко о главном к этому часу. Обеспечить лечебные учреждения медоборудованием, а население всеми необходимыми лекарствами и средствами защиты. Оперативный штаб по противодействию коронавирусу собирается в ежедневном режиме. Соблюдать дистанцию, носить защитную маску, повышать иммунитет. Три правила избежать вируса. Все ли для этого есть в аптеках? Вы должны находиться дома у себя. Ответственность за себя и своих близких. Полицейские патрулируют улицы, разъясняют гражданам правила санитарного режима, напоминают о штрафах, которые грозят нарушителям. Адресная поддержка социально незащищенных граждан и меры по поддержке предпринимателей, взаимодействия ведомств и помощи людям. Глава республики Вячеслав Бетаров рассказал в прямом эфире нашего телеканала о мерах, которые предпринимаются руководством республики в условиях повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Эфир закончился несколько минут назад. Поступило очень много вопросов от жителей. Вячеслав Бетаров и представители министерств и ведомств еще находятся в студии и в частном порядке продолжают на них отвечать. Сегодня же Вячеслав Бетаров принял участие в совместном заседании Президиума Координационного Совета и рабочей группы Госсовета по борьбе с распространением коронавируса. Оно состоялось в режиме видеосвязи под председательством Михаила Мишустина. Руководителям субъектов России даны новые полномочия. Они смогут решать, в каком именно режиме будут работать предприятия и учреждения региона и муниципалитетов. Пример отметил, необходимо принимать решения с учетом специфики каждого региона. Учитывать экономическую ситуацию и плотность населения. Не использовать один шаблон для всей страны. Михаил Мишустин также рекомендовал главам субъектов и федеральных органов власти уделить особое внимание больницам. Они должны быть готовы к приему заразившихся. Неделю назад, опираясь на отчеты регионов, правительство России выделило более 33 миллиардов рублей на организацию дополнительных инфекционных мест. Средства доведены до каждого региона. Премьер-министр также отметил, что отменен налог на ввоз необходимых медикаментов в России в том случае, если предприниматели безвозмездно передают их больницам, которые помогают пациентам с коронавирусом. Это тест-системы, защитные маски, костюмы, аппараты ИВЛ и другие препараты. Говорили и о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях. Предпринимателям предоставят отсрочку аренды и налогов за исключением НДС, а также отсрочку страховых взносов для микропредприятий. Вводятся моратории на банкротство. Кроме того, запускают две кредитные программы для поддержки небольших компаний, а также беспроцентные займы для выплаты зарплат сотрудникам. В Северной Осетии зафиксировано четыре случая заражения коронавирусной инфекцией. Пациенты находятся в удовлетворительном состоянии под медицинским наблюдением. В режиме самоизоляции 669 человек. Это 620 человек. Об этом на очередном заседании оперативного штаба. По предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения Тамерлан Гагичаев. Министр рассказал и о поступлении девяти аппаратов ИВЛ. Их приобретают за счет федеральных средств. И еще 67 аппаратов ИВЛ и два аппарата ЭКМО на средства из резервного фонда правительства России. Я хочу выразить слова благодарности тем частным медицинским организациям, которые предоставили свое оборудование в виде ИВЛ и наркозно-дыхательного оборудования, которое передано в Республиканскую клиническую больницу. Для того, чтобы мы полностью были оснащены на тот случай, если будет какое-то массовое поступление, либо какие-то пациенты, которые нуждаются в поддержке искусственной медицины от вселегких. На данный момент у нас сейчас это 31 аппарат, те ИВЛ и наркозно-дыхательное оборудование, которое может поддерживать в круглосуточном режиме дыхание. На совещании обсудили работу пункта пропуска Верхний Ларс. В условиях пандемии коронавируса сотрудники Министерства внутренних дел совместно с Росгвардией сопровождают весь транспорт, следующий транзитом через территорию республики. Кроме того, глава республики призвал сотрудников патрульно-постовой службы усилить разъяснительную работу с населением. И напоминать им, что на территории действует режим самоизоляции, и выходить из дома рекомендуют только в случае острой необходимости. Как патрулируют улицы Владикавказа? Наша съемочная группа сегодня тоже вышла на улицы города. С подробностями о тех, кто нарушает санитарный режим, Хеток Плиев. Мы вам доводим данную информацию, что вы должны находиться дома, у себя дома, без крайней необходимости не покидать территорию своего дома. Потому что у нас сейчас введена обязательность самоизоляции до 30 апреля. Главное, президент наш. Что-то без крайней необходимости. Улицы города патрулируют полицейские. Людей немного, но всем, кого встречают, разъясняют правила санитарного режима и рекомендуют без надобности не выходить на улицу. В привычный уклад жизни вмешался коронавирус. Людей с каждым днем все меньше. Выходят исключительно за продуктами или в аптеку, или выгулят собаку. Вот продукты. Белая рубава. А скажите, пожалуйста, а где вы проживаете? Мира 14. Мира 14. То есть вы вышли из дома за продуктами. Да, конечно. А скажите, у вас нет марлевых повязок, чтобы при выходе на улицу, чтобы вы на себя одевали? Нет. Нет. Проблем же нет того, чтобы хотя бы из салфетки на себя одевать. Нету, нету проблем. Вы же покидаете дом, где у вас осталась ваша семья. На улицу выходите, контактируете на улице. Я одна никого не заражу. Но все равно. Без особой надобности я не буду. Правильно, без особой надобности не выходите. Берегите себя. Спасибо, вы тоже. Только по Ирестонскому округу ежедневно в рейд выходят порядка 80 сотрудников патрульно-постовой службы полиции. Для некоторых граждан есть обязательная самоизоляция. Разъясняют гражданам и поправки, принятые Госдумой. Административные штрафы применяются в отношении лиц, нарушивших режим самоизоляции. Речь идет о людях, которые приехали на территорию республики и стран зарубежья. В нарядах имеются списки лиц, приехавших из-за границ, из ближнего зарубежья, которые обязаны находиться на самоизоляции, не выходя из квартир, из домов, минимум две недели. Вычислить нарушителей несложно. В планшеты загружена база данных о жителях республики, которые находятся в изоляции. 46 уже привлечены к административной ответственности. Хитек Блиев, Александр Левченко. Новости Осетии. Владикавказ в лидерах городов Юга России по соблюдению самоизоляции. Индекс разработала компания Яндекс на основе данных об использовании приложений и серверов. В списке самых дисциплинированных также жители Ставрополя и Дагестана. Авторы исследования отмечают, что самоизоляция – одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Индекс измеряется по шкале от 0 до 5 баллов. И чем оценка выше, тем лучше горожане соблюдают рекомендации властей. Так самыми дисциплинированными оказались жители Перми. Там индекс самоизоляции составил 4,2 балла. В списке и на карте подтвержденные случаи заражения, выздоровления и смерти. В Северной Осетии – 4 подтвержденных случая. В соседней Чеченской республике – 12, в Дагестане – 25, в Ингушетии – 1, в Кабардино-Балкарии – 8 человек. По-прежнему самой многочисленной по количеству инфицированных остается Москва и Московская область. Это более 3 тысяч человек. Депутаты собрания представителей Владикавказа раздают жителям многоквартирных домов антисептические средства. Для профилактики коронавирусной инфекции заготовили более 8 тонн медицинского спирта. Управляющие компании и товарищества собственников жилья распределяют его между жильцами. Кроме того, населения города оповещают о необходимости соблюдать санитарный режим на двух языках. Во всех 16 округах Владикавказа организованы ситуативные штабы. Их задача – продовольственная и консультативная помощь горожанам в период карантина. Кроме того, по инициативе представителей бизнеса формируется фонд поддержки борьбы с коронавирусом, средства которого пойдут на оказание помощи людям, которые оказались в трудной ситуации. Каждый адаподатик начал раздавать антисептики. Это через каждую квартиру, каждому жителю. Передача шла через управляющие компании, через председателей ТСЖ. И сегодня у нас первый день, половину мы уже раздали. Процедура у нас будет регулярная. Сейчас же ждем мы уже второй. Вторую партию, как придет, мы еще начнем в дальнейшем. Росздравнадзор сократил срок регистрации защитных масок и других медизделий. Раньше процедура занимала от полутора до двух месяцев. Решение принято в связи с большим спросом на средства защиты от вирусных инфекций. Профильные ведомства ежедневно мониторят аптеки, проверяют как наличие медикаментов, так и цены. Тему продолжит Галина Григорян. Только на этом участке проспекта Коста расположено несколько аптек. Здесь две и буквально через 100 метров еще две. Все они открыты, работают в штатном режиме, но ни в одной из них не оказалось полного набора медикаментов для защиты от вирусных инфекций. Предупреждение с восклицательными знаками о том, что масок нет почти на каждой двери. И это в разгар пандемии. Активное отсутствие защитных средств обсуждают в соцсетях. Наличие цены мониторят и сотрудники Управления Федеральной антимонопольной службы. Раня, стоит, пожалуйста, маски и перчатки в наличии есть у вас? Перчатки есть, но масок нет. А почему? Нет на базах запасных. А перчатки сколько стоят? Простые резины. Ну, сейчас я вам скажу. В пределах 7-7 рублей. А цену не меняли вы, да? Нет, пока не меняем. Антисептик? Никакого. Нет? Нет, давно тоже нет антисептик. Акселинка? Тем более. Ничего нет на базах. Провизоры уже не удивляются тому, как быстро исчезают с прилавков медикаменты. Говорят, так же быстро меняются цены. А маски не ждете? Нет. А последняя цена, по которой вы маски продвали? Ой, по 2 рубля. По 2 рубля. Это где-то было месяц тому назад. Заходим еще в одну аптеку. Это улица Рамонова. Ни масок, ни антисептиков, ни градусника. Но перчатки есть и в качестве антисептика предлагают мирамистин. Что-то исчезло просто. Просто нет сейчас хлоргексидина, нет перекиси. Вместо хлоргексидина у нас есть мирамистин, вместо медин. Сказать, что у нас что-то будет? Спиртовых нету, да? Нет, пока нету. Ожидаем получения. Нам сообщили, что мы получим маски. В течение завтра, послезавтра. А ориентировочная стоимость есть у вас? Так. Ориентировочная стоимость известна? Да. Сколько? Ну, это маски многократного применения. Это не разовые маски. Ну, примерно можете сориентировать по стоимости какая-то? Ну, я точно не могу сказать. Ну, около 100 рублей многократного. Многие аптеки многоразовые маски действительно получили. Цена от 50 рублей до 200 или даже выше. За сколько купили? Вот это всего, грукофажа, 370 рублей, а маска 50 рублей. Маска 50 рублей? А перчатки не покупали? Нет. Ну, что, деньги не хватает еще. Сыр куплю и ничего не остается. И пенсию уже все. Пока мы проводили рейд с антимонопольной службой, мои коллеги из редакции обзвонили аптеки. В том числе и в районах интересовались о наличии пяти вещей. Это антисептик на спиртовой основе, медицинская маска, жаропонижающая парацетамол, противовирусное средство наружного применения, аксалиновая мать. Ну, и градусник. В девяти аптеках во Владикавказе масок и парацетамола не оказалось. Есть антисептик на спиртовой основе. Цена от 30 до 70 рублей. Также за 680 рублей. Что касается аксалиновой мази, вместо нее предлагают аналоги, которые дороже в несколько раз. Градусники есть везде от 50 рублей до 150. Похожая ситуация и в районах республики. Ежедневно аптеки мониторит и Росздравнадзор. Масок медицинских в медицинских организациях на сегодняшний день 448 тысяч 800 штук. И он, конечно, нам достаточен для трехмесячного запаса в медицинских организациях. В аптеках масок медицинских нет. И у производителей масок медицинских нет. То есть ситуация такая же, как и по стране в целом. Что для этого делается? Значит, Росздравнадзором упрощена функция регистрации медицинских изделий. Если она раньше составляла 150 дней, то сейчас она уменьшилась до 8 дней. По антисептическим средствам они имеются в достаточном количестве на территории республики. И в медицинских организациях там достаточный запас идет. И в аптечных организациях, и в оптовых организациях. В Росздравнадзоре работает горячая линия. Жители республики могут звонить и сообщать о фактах отсутствия или завышения цены препараты. Также специалисты могут проконсультировать, если у покупателя возникли вопросы по качеству препарата. Работодателям необходимо в кратчайшие сроки зарегистрироваться на портале «Работа в России». Создать личный кабинет и внести сведения о режимах труда работников, планируемых в освобождениях. О переводе работников на удаленный режим работы, возникновении задолженности по заработной плате. Данная мера позволит оперативно формировать информацию о ситуации в отдельных отраслях и на предприятиях в связи с распространением коронавирусной инфекции. Минтруд России готовит комплекс антикризисных мероприятий для наиболее пострадавших отраслей. На финансовую поддержку со стороны государства смогут рассчитывать только предприятия, зарегистрированные на портале «Работа в России». Для формирования оперативной информации о состоянии наших работодателей, о том, есть ли у них необходимость введения ограниченных режимов работы своих сотрудников, необходимо в ближайшее время на портале «Работа в России» каждому работодателю нашей республики создать свой личный кабинет. В этом личном кабинете отобразить информацию о численности штатных работников и о том, в каких режимах работы эти работники находятся на сегодняшний день. Это крайне важно, потому что иначе создать объективную картину происходящего и в субъекте, и целиком в Российской Федерации не представляется возможным. Почему это еще так важно конкретно для каждого работодателя? В ближайшее время будет рассмотрен проект постановления правительства Российской Федерации, в котором предусмотрены антикризисные дополнительные мероприятия для конкретных работодателей. И для того, чтобы попасть в эту программу, быть учтенным среди пострадавших и нуждающихся в компенсации расходов, для этого нужно в обязательном порядке быть зарегистрированным. Поэтому я еще раз обращаюсь, уважаемые работодатели, пожалуйста, обратите внимание, портал «Работа в России». Вы должны создать свой личный кабинет и отобразить в нем всю текущую информацию, касаемую вашей штатной численности. В помощь могу сказать, что Пенсионный фонд Российской Федерации сегодня организовал рассылку по собственным каналам. Вы получите, скорее всего, в ближайшие сутки письмо. К нему приложен алгоритм действий для регистрации. Но если все равно у вас останутся вопросы и вы с чем-то не справитесь, мы готовы ответить на все ваши вопросы по телефонам нашей горячей линии. Телефоны нашей горячей линии для работодателей 64 90 63 61 90 11. Зарегистрироваться на портале необходимо в ближайшее время, в течение буквально суток, двух, следующих. Жители республики, которые находятся на самоизоляции, могут получить пенсии по доверенности. Оформить документ можно как на родственника, так и на другое лицо. Порядок доставки денежных средств прорабатывается. А вся работа по назначению, выплате и доставке пенсии, пособий и других выплат в региональном отделении пенсионного фонда идет строго по графику. В связи с нерабочей неделей пенсионный фонд заранее перечислил пенсионные средства доставочным организациям. Как сообщает Сбербанк, большая часть пенсионеров уже получила выплаты. Пенсионный фонд, в свою очередь, напоминает населению, что большинство услуг можно получить дистанционно. Граждане интересуются, как получать свои пенсионные средства, если пенсионер один на карантине. Во-первых, должен сразу отметить, что пенсионный фонд неуполномочен доставлять пенсионные средства. Этим занимаются доставочные организации Почта России и кредитные организации, проще говоря, банки. На сегодняшний день Почта России только доставляет по месту жительства пенсионные средства гражданам. Сейчас Сбербанк активно прорабатывает вопрос доставки средств до своих клиентов. Пенсионный фонд может только поменять получателя пенсии, доставщика, по заявлению самого гражданина. В пяти регионах Северного Кавказа по официальным данным зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией. Медики со всех регионов взаимодействуют, анализируют опыт коллег, где ситуации справились с наименьшими потерями. Взаимодействуют и СМИ. Сейчас с нами на связи шеф-редактор службы информации Архиз-24 Алексей Ковтун. Алексей, здравствуйте. Расскажите о ситуации в Карачаево-Черкесии. Здравствуйте, Алина. Добрый день, Северная Осетия. На самом деле ситуация в Карачаево-Черкесии на удивление спокойна. Если смотреть мировые новости где-то там в Америке, в Европе, в больших наших российских городах, как-то большое количество заболевших, все как-то происходит. Карачаево-Черкесия, к счастью, к огромному счастью, осталась в стороне от вот этой ситуации. У нас ноль зарегистрированных случаев коронавируса. У нас изначально, еще две недели назад, в карантин медики отправили 11 человек контактных по коронавирусу. То есть они прибыли в республику из-за рубежа, из регионов, где был высок риск заражения. Они провели уже две недели в карантине, у них были взяты анализы, три анализа у каждого. Осталось сейчас всего два человека, остальных анализы не подтвердились, их просто выпустили. Вот на сегодняшнее утро, на 8 утра осталось два человека под наблюдением медиков, но и у них все анализы отрицательные, я думаю, их скоро отпустят. Еще 300 человек, контактировавших уже с этими, 11, они тоже под наблюдением, но дома, под наблюдением медиков на домашней самоизоляции, у них тоже анализы не подтверждаются. Поэтому, слава богу, мы надеемся, Карачаево-Черкесия сумеет остаться в нулевой строке по статистике коронавируса. Очень надеемся. На самом деле, указом главы, как и по многим регионам России, у нас введен строгий режим самоизоляции. Люди отнеслись к этому чрезвычайно спокойно, надо сказать. Улицы пустые, ни машин, ни людей. На самом деле, очень многие сидят дома. К счастью, кстати, так называемой магазинной паники нам удалось избежать. Как бы нас интернет не пытался заставить покупать гречку и туалетную бумагу, совершенно спокойно все отреагировали. Да, но тут возникает опять же вопрос. Первыми на самоизоляцию, естественно, сели пенсионеры, пожилые люди, потому что они в группе риска, а как же им ходить в магазины, еду-то покупать. Поэтому в Карачаево-Черкесии было создано еще на позапрошлой неделе сразу два волонтерских штаба, которые, собственно, по телефонам. Три телефона, горячая линия отдельно существует, по которым любой пенсионер может позвонить. Волонтеры к нему приезжают, лекарства, продукты, какую-то даже помощь оказывают. То есть, на самом деле, наши пенсионеры в режиме самоизоляции, они, ну, некоторым образом, достаточно комфортно себя чувствуют. Им не надо выходить из дома. Их, собственно, обслуживают наши волонтеры, наши студенты. Любопытный, опять же, момент. Ну, не секрет, что, например, медицинские маски и в мире, и в России в большом дефиците. А вот так получилось. В Карачаево-Черкесии достаточно широк ряд текстильных предприятий. Они очень резко освоили производство вот таких многоразовых масок. Вот. Поэтому республика как-то из этого кризиса достаточно спокойно вышла. То есть, мы сами их себе производим, себя их обеспечиваем. Тоже как-то все достаточно хорошо прошло. Курорты Карачаева-Черкесии, как, собственно, и все курорты России, указом правительства закрыты на карантин. Но так как, собственно, курорты горнолыжные, сезон уже кончался, ожидалось, собственно, того, что туристов и без коронавируса станет гораздо меньше летом. Особого удара нашей туристической отрасли коронавирус пока, к счастью, не нанес. Будем дальше смотреть, как это настолько продлится. И вот буквально сегодня начинается раздача помощи семьям в Карачаево-Черкесии, которые оказались в сложной ситуации из-за вынужденной изоляции коронавируса. Ну, это многодетные семьи, семьи, которые, собственно, и так находились в неблагоприятной ситуации и так далее, и так далее. Вот с сегодняшнего дня указом главы Карачаева-Черкесии начинается раздача материальной помощи этим семьям. Вот вечером, мы надеемся, мы успеем. То есть где-то с шести часов начнутся рейды по домам, чтобы перед выходными успеть обеспечить продуктовыми наборами. Вот, надеюсь, вечером наш канал это покажет. Вот примерно такая ситуация, и хотелось бы пожелать и жителям Северной Осетии, на самом деле, выйти из всей этой ситуации, из мировой пандемии коронавируса без потерь. То есть, даже если у нас будут отдельные заболевшие, очень хочется от лица жителей всей Карачаева-Черкесии пожелать, чтобы летальных-то случаев ни у кого из нас не было вообще. Держитесь, мы вместе с вами. Алексей, большое спасибо. Как только закончится карантин, будем ждать вас, наш братский народ, народ Карачаева-Черкесии, в гости в Северную Осетию. Спасибо. Это был Алексей Ковтун, шеф-редактор службы информационных новостей Архиз-24. А я на этом с вами прощаюсь. Оставайтесь дома и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова